Всем привет в очередной раз! С вами служба доставки товаров Икеи, наш канал про Икея. Сегодня мы решили в магазине Икея Нижний Новгород снять для вас вот такую вот детскую, она 9 квадратных метров и все-таки комната это мальчика-подростка и судя по интерьеру ребенок очень любит космос, Звездные войны и так далее. Все в таких черно-белых лаконичных тонах, нам показалось, что для родителей подрастающего поколения данный обзор будет полезен, возможно вы не повторите данный интерьер в точности, но возьмете какие-то детали из него. Ну что ж, давайте смотреть. Вот такое вот рабочее место Фреддем, значит тут его размеры и цена. На данный момент вот такая вот обалденная скидка 5000. Я считаю, что это немало. Значит это у нас металл, пластик, даже наверное не пластик. Сейчас, секунду, посмотрим из чего у нас все это. Значит, вот это ДСП, меламиновая пленка. Кстати, я думаю этим видео мы сможем ответить на вопросы, что такое меламиновая пленка и как она смотрится на столах. Вот смотрите, сейчас поймаю свет, потому что на черном сложновато. Вот такое вот покрытие, как будто плотное-плотное дерево, комфортно, добротно, все ровно сделано. Ай-яй, не бомбим интерьер. Но при этом не боится воды, не боится никакой влаги. Так, это очевидно уже до нас бомбанули. Так, значит вот такое рабочее место. Полочки всевозможные, удобные. Кстати, их можно регулировать по высоте. То, как они регулируются. Вот это вот большая основная полка. Это большая основная полка. Здесь муляж монитора стоит. С другой стороны точно такая же маленькая полочка. Верхнюю полку очень удобно использовать для всевозможных книг и пособий. Наверху, видите, кстати, заодно покажу крепление лампы-торциал. По ней у нас выйдет отдельный обзор детальный. Вот как это крепится сверху. Смотрите, очень удобно, не занимает место на столе. При этом вы спокойно можете, допустим, учить уроки, что-то ребенок делает, вы делаете ее над столом и вам ничего не мешает. Убираем лампу на место. Стол очень удобный. Его берут и большие взрослые дяди в офисы, берут и в квартиру. Ну, конечно, нужно учитывать место. Он занимает реально его много, но он вмещает в себя целый рабочий комплекс. Здесь можно разместить все. И компьютер, и книги, и учебные какие-то пособия, даже игровую консоль. Значит, давайте смотреть, что у нас внутри. Внутри тоже вот такие вот две полки. Ну, возможно, будет развивать системник, либо еще что-то. И вот внутри. Жалко, что он только в черном цвете, на черном все-таки не так вот. На белом случае было бы видно. Вот такой вот стол. Значит, в пару к нему стоит вот такой вот стул. Сколбик, сколберг, спорен. Стоит он сейчас 2 999 вместо 3 300. Сидушки в разных цветах. Черная, белая, розовая, бирюза. Бирюзы, к сожалению, пока нет. Многие клиенты у нас ждут. Вот при помощи такого рычага у нас, значит, кресло опускается, поднимается. Взрослому человеку вполне комфортно на нем сидеть. Вот его колесики. Возвращаем на место. На полу у нас защитное покрытие. В предыдущих обзорах мы его уже показывали. Вот это покрытие. Название. Кулим оно называется. Оно защищает линолеум, либо ламинат, паркет от колесиков кресла. Так, что я вам показала. Так, как комната в определенном стиле, здесь очень много всевозможных маленьких шкафчиков. Вот такой вот шкафчик Ликс Грульт. 1500 он стоит. Он металлический полностью. Вот его внутренности полочек, как видите, никаких нет. Кто-то под аптечку, кстати, берет такие шкафчики. Дальше что у нас? Вот такие вот часы стайла. Сейчас они стали подешевле. 239 рублей. Тоже они в разных цветах есть. Классические часы. Кстати, шума особого нет от циферблат. У нас такие в офисе. А вот смотрите, очень интересное решение. Держатель для туалетной бумаги. За 299 рублей. Здесь он вес на таких вот вешалок рогов. И написано, если проявить спекалку, даже держатель для туалетной бумаги станет крючком для скейта. То есть, сюда спокойно на дверном проеме можно повесить скейт. Давайте смотреть дальше. Заглядываем во все-все уголки, потому что комната небольшая, но расположено на ней все-таки очень много места. Много чего интересного расположено. Так, вот здесь у нас на вешалке из ванны, вот такая вот вешалка стоит 49 рублей, висят два стула черных. Стульчики называются Ниссы. Стоит сейчас 799 рублей. И вот цена. Очень удобно. Не занимает места, но если к ребенку пришли гости, есть куда сесть. Так, в качестве гардероба здесь необычное решение. Тканевый гардероб Брэйн. Стоит он 2 999 рублей. Что у него в комплектации? Одна полотеная штанга, одна несъемная полка. Он полностью текстильный. Есть еще в черном и в голубом цвете. Вот такой вот замочек. Сама молния. Растегиваю. И сейчас покажу, что есть внутри. Вот эта штанга. Смотрите, опять необычное решение. Вот такие вот крючки грунта таль. Стоят они 129 рублей, 5 штучек. Они подвешены. Здесь хранятся ролики. Это вот каркас жесткости у гардероба. Верх крепления. Вот тоже крестовины для дополнительной жесткости. Значит, здесь еще одна несъемная полка. Вот внизу на таких резиночках сам гардероб. То есть это все можно снять, постирать, привести в порядок. Здесь вот в вакуумном мешке хранится подушка. У них дутые две подушки. И вот такие вот контейнеры. То есть фактически места для хранения больше, чем достаточно. При том, что это мы только один гардероб посмотрели. Застегиваю, возвращаю. И сейчас мы с вами посмотрим второй гардероб. Растегну заранее и буду показывать. Значит, здесь уже полноценное место для хранения вещей. Вот здесь стоят коробочки скул. Подвешен модуль скул. Единственное, что я сама лично пользуюсь таким модулем. Если вы много сюда вещей, постельное белье, но что-то тяжелое очень складываете, они вот так вот провисают. То есть все-таки учитывайте. Да, они рассчитаны на определенный вес, но не до бесконечности. Это все-таки не деревянная полка в шкафу. Смотрите, вот сюда очень хорошо встали коробки Тьена. Они тоже есть в разных цветах. Они стоят 429 рублей. Очень удобно. То есть что-то несезонное. Кстати, коробки по 99 рублей с Мекка тоже сюда отлично встанут. Застегиваю замочек. Пойдемте смотреть дальше. Так, следующее у нас комбинация Беста. Ну, фактически, наверное, многие бы сюда повесили телевизор. Потому что как бы пространство прям вот подразумевает. Ну, если вы телевизор не смотрите, он вам не актуален, то можно занять как вот здесь. Фотография, рамочка. Кстати, по-моему, цитата из Маленького принца. Значит, вот такая вот серия комбинации для хранения. Беста Лап Викинг. Стоит она 7200. Давайте смотреть, что у нас сюда входит. Значит, это каркас. Вот выдвижные ящики. Получается, сверху у нас два выдвижных ящика, а внизу две открывающиеся дверки. Заодно покажу вам петли Беста. Вот петли, которые используете в серии Беста. Вот в эту перфорацию спокойно вы ставите чопики и ставите полочки, если они вам нужны. Вот это вот у нас нажимной механизм. Хорошо, спокойно работает. Могу сказать, как обладатель данной серии дома, все в порядке. Четвертый год полета. При наличии детей ничего не сломалось. Это, кстати, самые бюджетные фасады в серии Беста, серии Лап Викинг. Дешевле просто нет, если только по распродажам распродают какие-то остатки. Она просто белая, классического оттенка, без каких-либо прожилок и всего прочего. Давайте смотреть, что у нас в качестве декора. Значит, вот такие вот полочки лак. В черно-коричневом цвете. Стоит она 499 рублей. Размер 30 на 26. И точно такая же желтая. Серия Лак очень удачно сочетается здесь. Сюда можно книжки поставить. Ну, здесь вот такие вот ящики для игрушек. Вот такой вот светодиодный короб. Си нас называется. Стоит 2 799. То есть тут у нас подсветка светодиодная. Вот она. Здесь вот стоят игрушки. Так, ну практически всю комнату мы с вами посмотрели. Дальше у нас идет кушетка. Нет, кстати, здесь раньше стояла кушетка Бримнас. Сейчас здесь кровать. Это новинка. Сейчас мы найдем всю информацию по ней. Так, значит, сейчас будем смотреть кровать. Кровать называется слэкт. Каркас кровати с выдвижной кроватью. То есть это кровать из двух частей. Значит, сам каркас кровати стоит 5999. Выдвижная стоит 8. Два речных дна по 900. Два матраса по 4500. Один матрас за 4500, один за 3500. То есть матрасы разной толщины. Сам каркас кровати с речным дном отдельным. Так, давайте ее смотреть. Новинка. Мы ее еще ни разу не видели. И обзор по ней не снимали. Сейчас будем разбираться, где что. То есть видно, да, вот раз кровать, вот два, и вот очевидно ящики. Да, это у нас ящики. Кстати, удивляет, очень хорошо выдвигается. Сейчас попробую разобраться с глубиной. Ящик места не занимает. Интересно, как это будет выглядеть вместе с выдвиж... Ага, вот как, значит, смотрите. Дополнительная кровать выдвигается вот таким вот образом. Ага, значит, смотрите. Вот такой замочек. То есть вы отодвинули, раздвинули кровать. Все-таки детки, товарищи активные. И чтобы никуда ничего не уехало, вы поднимаете ее вот так наверх. И у вас все стоит на месте. Так, давайте смотреть все поподробнее. Вот что здесь у нас, как у кушеток, металлическое основание, речное дно. И заодно посмотрим глубину ящиков. Вот такой вот довольно-таки глубокий ящик. На стандартных металлических и кейских направляющих. В принципе, все как обычно. Ну, слушайте, ребят, реально удачно сделанная модель кровати. Вот такие вот уголки. Они металлические. Тоже все это закрывается. Матрас фиксируется. Слушайте, удобно. Раньше была другая серия. Флакса называлась. Вот с ней было примерно то же самое. Но это я считаю, что все-таки более оптимально. Сейчас мы задвинем. Так, задвигаю. Задвигаю ногой. Руками снимаю. Ну, в принципе, для ежедневного туда-сюда выдвижение вполне подойдет. Единственное, что я бы, например, взяла себе, своим дочерям. Но кто будет спать наверху, кто внизу, наверное, будет постоянное выяснение. Так, здесь у нас постельное белье. Ростынь. Сейчас мы все это посмотрим. Давайте здесь посмотрим, как это выглядит. Так, здесь тоже лурой. Стандартные металлические скобы. Ну, в принципе, как и у всей киевской мебели. Черная простыня Двала 90 на 2. Вот она. Честно, я не очень ее люблю. Она хорошая, комфортная. Хлопковая простынь. Но весь мусор на нее липнет. Мы пробовали дома такие использовать. Поэтому на Двале остановились только на белой и на бежевой. Если у вас есть опыт использования и проблемы именно с этими простынями, с прилипанием мусора, там, если есть, допустим, животные какие-то дома, обязательно поделитесь. Может быть, только мне так не повезло. Но у нас была оранжевая, черная, красная. Я с роликом только ее стелешь и с роликом начинаешь для одежды чистить. Это прям вот. Я думаю, меня девочки поймут. Застрелиться хочется. Поэтому мы перешли на другие цвета простыней. Так, вот такой вот комплект постельного белья. Судик. Ну, он, да, он в интерьере. Две тысячи стоит, без учета простыни. Симпатично. Ну, здесь более бюджетные постели в Икее. Такого же качества. Поэтому я бы, например, если на такой купила, то, ну, дождалась бы скидка. Либо, если к интерьеру очень подходит, то берем. Красиво, уютненько. И давайте еще посмотрим, что у нас на стенах. Кстати, хочу обратить внимание, смотрите. Вот наверху это гординная струна. Их две. И поверху у нас вот такие вот гирлянды. Такой элемент интерьера. Дальше. Вот такая вот полочка. Масленда, 55 сантиметров, в черном цвете. Стоит 229 рублей. Есть еще белая. И есть длиной еще метр 10. Стоит 399 рублей. Удобно, в принципе, над кроватью. Главное, это не над головой вес, чтобы, не дай бог, если упадет, то упало не на голову. Так, новинка. Вот такой вот будильник часы. Столба желтый. 999 рублей стоит. Гладенький такой, симпатичный, но я не люблю почему-то часы без циферблата. Как будто из мягкого пластика, что ли, сделала. Ну, комфортный, комфортный к руке. Так, и в качестве дополнительного освещения в комнате. Все-таки многие дети, я думаю, любят читать. Читать именно в кровати. Бловик. 799 рублей. То есть она вот гнется, как вам надо. Это светодиодная. Сейчас посмотрим, подключена она или нет. Нет, она не подключена. Значит, вот здесь у нее кнопочка. Мы показали вам комнату 9 квадратов, комнату подростка в стиле Звездные войны. Если вам был полезен данный обзор, и вас интересует тема детской кровати, шкафчиков, прочее, все, что связано с детками, обязательно оставляйте комментарии. В следующих выпусках мы уделим внимание и снимем интерьер детского отдела и всевозможные штучки для детей. Всем спасибо и пока!